Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Скажите, вы любите сосиски? Да все любят сосиски. К сожалению, сейчас приличных в обычном супермаркете не купить. Ритейлер диктует ценовую политику производителю, а тот, чтобы сохранить рентабельность, вынужден вместо нормального мяса использовать мясо механической обвалки или сою в чудовищных количествах, а то и то и другое вместе. И в результате сейчас в магазинах продается нечто, что может в холодильнике пролежать неделю, то и две, абсолютно не теряя товарного вида. Я вот помню сосиски, которые покупала мама в моем детстве. Они были из мяса. И поэтому на второй край, на третий день в холодильнике сморщивались, теряя влагу. А сейчас неделю, две, три лежат, и все нормально. Потому что они не из мяса, а из сои. Поэтому если хочешь нормальную продукцию употреблять, приходится самостоятельно ее делать. Вот и займусь. Это у меня говядина, а это свинина. Сейчас надежу ее брусками для мясорубки, довольно мелкими. И засолю. После предпосола результат более стабильный получается. Можно на самом деле без предпосола готовить. Это быстрее получится. Но тогда придется долю фосфатов увеличивать. Тех самых, которые вы в плавленом сыре едите. Разве что в плавленом сыре его раз в восемь больше, чем в сосисках. То есть без предпосола придется класть до пяти граммов на килограмм сырья. Я же положу всего два грамма. Кроме того, сюда идет соль нитридитная, соль поваренная. Перемешать как следует. И в холодильник. Пряности и сахар буду вносить завтра во время превращения фарша в эмульсию. Мясо просолилось и я его час назад убрал в морозилку. Пропускать через мясорубку лучше подмороженное сырье. Я еще и молока наморозил. Не буду терять времени. Очень важно не допустить подъема температуры сырья выше 12 градусов. От момента начала нарезки до момента окончания набивки. Именно поэтому я прокручивал через мясорубку подмороженное сырье. И сейчас частями вместе с замороженным молоком буду пробивать его до состояния эмульсии в измельчителе. Если в процессе у вас температура поползла вверх и есть риск превышения вот этих самых 12 градусов, лучше прервитесь. Отправьте сырье в холодильник. Остудите его. Иначе очень легко получить бульонный отек. Теперь остается добавить сахар и пряности и хорошенько вымешать. Температура в норме. Набивать буду при помощи китайского шприца с Алиэкспресса. Обзор на канале был. Ссылочку в описании опять же оставлю. Если забуду, напомните. Делать это буду в баранью череву. Я ее примерно час назад замочил. Алиэкспресса. Набивать надо не очень плотно. Я плотность во время перекручивания сосисок наберу. Если сразу тугу набивать, то чрева в уровне перекручивания может лопнуть. Одну в одну сторону, вторую навстречу первой, то есть в другую. Теперь термообработка. Ее можно проводить в обычной духовке, если вы коптить не собираетесь. Я же хочу немножечко подкоптить. Поэтому весь процесс у меня пройдет в самодельной коптильне. Ее изготовление показывал на канале. Ссылочку в описании оставлю, если не забуду. Если забуду, напомните. Исправлюсь. Подвешу сюда сосиски. Сначала их надо прогреть и подсушить минут 20-40 при температуре 50 градусов. Я ее, кстати, установил. Это текущая, это целевая. Когда снаружи они подсохнут, температуру подниму до 80 градусов и отправлю внутрь дымогенератор. Пока влажность в коптильной камере присутствует, дым давать нельзя. Это самая первая причина такого неприятного кислого привкуса у продукции копченой и некрасивых таких потеков. Смотрите, подсохли. Можно начинать режим копчения, совмещенный с обжаркой. Щуп термометра загоню, чтобы температуру контролировать внутри. Термообработка завершится, когда температура внутри сосисок достигнет 70 градусов. Впрочем, сразу их есть после этого не стоит. Нужно дать проветриться. Несмотря на то, что я опилок мало положил, их минут на 20-40 от силы хватит, все равно перед употреблением я сосиски проветрю. Это после копчения. А это те, которые в духовке готовились без копчения. Что у них внутри? Вы видите, что у них внутри. Вот такие вот. ароматные. Просто прелесть. Класс. Просто класс. Безумно жалею, что сейчас в магазине нормальных сосисок не продают. Но даже при всей моей любви к сосискам, если бы у меня не было колбасного шприца, я бы их готовить не стал. У меня был опыт приготовления набивки такой эмульсии через обычную мясорубку с насадкой, понятно. Я умер просто. Это очень неморойно. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Вливайте среды колбасников. Спасибо за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok